Мэри Поппинс Музыка, театр, танец и игра на музыкальных инструментах. Сегодняшнее занятие – это самое первое. Мы прошли азы. И в заключении той программы, которую я разрабатывала, я бы хотела, чтобы мы перешли к жанру мюзикл. Музыкальный детский спектакль Анна планирует поставить в будущем, а пока решила попробовать свои силы в муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Участвует в нем впервые и с ребятами тоже познакомилась прямо здесь, но не растерялась. Открытый урок прошел на мажорной ноте. На этих занятиях ребята учатся певческой посадке, унисонному пению и перевоплощению. Мастерство педагога оценивает профессиональное жюри. Такие состязания – это прежде всего самореализация для педагога, возможность показать новые проекты и обменяться опытом. Это очный этап конкурса, где участницы должны показать все свои навыки и умения, а главное – вызвать детский интерес. У нас не будет проигравших в этом конкурсе. Конкурс, наверное, не такой, как все. Здесь у нас все победители, потому что каждый педагог универсален, необычен. И, как правило, это лучшие наши педагоги топ-образования. Победитель будет представлять округ на региональном этапе. Прежде всего в конкурсе участвуют 11 педагогов. У каждого своя оригинальная программа. К примеру, занятия по шашкам. Живые и энергичные. Правила изучают через загадки и шашечные шарады. Маленькие шашисты увлеклись не на шутку и все же разгадали головоломку. Правила. Да. Правильно. Послушайте Максима. Правила. Он правильно подсказывает. Это уникальные люди, потому что именно они отдают свое сердце. Если урок, урок математики, урок русского языка, он определенные какие-то стандарты имеет, то педагоги дополнительного образования – это люди такие творческие, такие добрые, я не знаю, сердечные. Почему сердце отдают детям? Ну, потому что сердечные. Своё добро и душу педагоги дополнительного образования вкладывают в каждого ребенка. А вот в ответ детская любовь и благодарность. Это, как известно, лучшая награда для любого учителя.